Добрый день. В течение последних трех лет мы занимаемся работой в рамках крупного научного проекта совместно с нашими коллегами из Новосибирска и Красноярска, который посвящен анализу и оценкам перспектив развития экономики Азиатской России. В частности, в наши обязанности входит разработка, в сферу деятельности, в сферу работы нашего института входит разработка транспортного блока в этом проекте и влияние развития экономики Азиатской России на формирование транспортных потоков. Как правило, подобные проекты, подобные работы мы начинаем с того, что формируем перечень сценарных условий. Сценарные условия мы формируем не оторвано от текучей экономической ситуации, опираясь на разработки Министерства экономического развития, на наше представление о функционировании мировой экономики. В частности, первый слайд посвящен оценкам формирования темпов роста крупнейших экономик мира. И мы видим, что доля развитых стран в мировом ВВП продолжает снижаться и продолжит снижаться в том числе до 30-го года, после этого она стабилизируется. Таким образом, к 30-му году доля развитых стран в мировом ВВП сократится на 17% пунктов. Как мы видим, наиболее динамичное развитие будет наблюдаться в экономике Китая и Индии, и в этом смысле для экономики Азиатской России формируются абсолютно конкурентные преимущества, обусловленные территориальной расположенностью. Значит, на основе этих представлений о формировании динамики мировой экономики мы разработали три сценария развития экономики России. Это как бы наши, в том числе, наши экспертные оценки. Три сценария – это инеррационный, умеренно оптимистичный и оптимистичный. Значит, вот так вот выглядят темпы, среднегодовые темпы роста ВВП по этим трем сценариям. И вклады элементов конечного спроса в прирост ВВП. Мы видим, что наибольшую долю в среднегодовом приросте ВВП занимает потребление домашних хозяйств. Это так называемый, ну, нами сознательно заложен, видимо, такой маневр, размен экспорта на потребление домашних хозяйств. Вот представлены на следующем слайде темп роста экспорта среднегодовые и ПДХ. Значит, в условиях текущей геополитической напряженности и существующих санкций, санкционном давлении на экономику России, видимо, ориентация на внутренний рынок и внутренний спрос, становится одной из возможных альтернатив развитию нашей экономики. К тому же есть многие работы, в том числе и в рамках диссертационного исследования, которые будут защищаться в рамках этого проекта, которые говорят о том, что емкость внутреннего рынка и внутреннего спроса, она колоссальна. И когда, наконец-то, мы будем уходить от абсолютной зависимости от импорта, наконец-то наши внутренние производители получат стимул для развития производства и обслуживания внутреннего спроса. Значит, сценарии развития экономики страны мы распространяем на сценарии, то есть с помощью них мы получаем сценарии развития экономики округов, регионов. Значит, вот мы видим, соответственно, по сценариям, как будут развиваться регионы, в том числе регион Азиатской России, это Сибирский и Дальневосточные федеральные округа. Мы видим, что экономика, но по сравнению с остальными округами, достаточно такая инертная, тяжелая, развивается более низкими темпами, даже ниже средних по экономике страны. Причем, если мы посмотрим на вклады федеральных округов в прирост ВП, то они занимают не больше 0,2% пунктов от суммарного прироста, среднегодового прироста. Значит, как-то надо разогнать экономику. Вот мои коллеги говорили, что это такие средние регионы-средники, которых нужно как-то подвинуть, расшатать. Вот мы, в частности, в рамках нашего крупного проекта, в рамках консорциума, привлекали данные от наших коллег по оценке денежных средств крупные инвестиционные проекты. Суммарно мы насчитали 4,2 триллиона рублей. В частности, эти проекты разбиты на расширение БАМа, модернизации Транссибы и еще другие, представленные на рисунке, те, которые входят территориально расположены в регионах Азиатской России. Значит, разным способом мы считали прирост экономики округов. Например, в первую очередь, это влияние на структуру инвестиций. Видно, что без капиталовложений к 1935 году, ну, у нас так в расчете заложено, структура инвестиций не изменится. Значит, с капитальными вложениями поменяется доля дальневосточного, сибирского федеральных округов в сторону увеличения. И, соответственно, образом изменится доля ВРП. Тоже вот мы наблюдаем рост экономики сибирского и дальневосточных округов. В рамках оптимистичного сценария этот рост более высокий, то есть прирост получается прогнозируемым темпом роста за счет того, что создаются дополнительные возможности для реализации производственного потенциала. Так, например, прирост для экономики сибирского федерального округа мы оцениваем на периоде с 2025 по 2030 год до 3% пунктов, а прирост для экономики дальневосточного округа до 1% пункта. Но это дополнительный получается прирост. Так, следующий слайд, он посвящен, значит, оценке эффектов от реализации крупных инвестиционных проектов по отдельных субъектах Российской Федерации на территории Азиатской России. В частности, мы видим, что регионы наиболее бедные с наименьшим темпом роста ВРП, таких как Хакасия, еврейская автономная область, получают больший прирост за счет этих инвестиций, в частности, за счет межрегиональных эффектов и в том числе за счет того, что некоторые эти проекты будут реализованы как раз в этих регионах. Так, дальше. Теперь перейдем непосредственно к транспорту. Вот здесь представлена структура перевозки грузов и пассажиров по России в целом. Мы видим, что перевозка грузов, значит, 68% занимает автомобильный транспорт, железнодорожный 15,9%, пассажиры тоже автомобильный, значит, железнодорожный, ну, преобладает автомобильный, железнодорожный занимает всего 11,5% от суммарных перевозок по стране. Но вот такое замечание, что в структуре суммарных перевозок по стране, ПРФ, да, Сибирский федеральный округ занимает железнодорожных перевозок грузов в Сибирский федеральный округ занимает 32%, тогда как плотный ЖД путей в Сибирском федеральном округе приблизительно в два раза ниже, чем в среднем по стране. Значит, Дальневосточный – это 7% от суммарных перевозок грузов. Что касается автомобильного транспорта, то Сибирский федеральный округ занимает 5% от суммарных и Дальневосточный – 2%. Значит, непосредственно к транспорту. В рамках комплекса моделей нашего института есть возможность рассчитать прогнозную динамику грузовых железнодорожных перевозок, автомобильных перевозок, пассажирских, железнодорожных и автомобильных перевозок. Значит, как мы работали? Как я говорила, первый – это верхний уровень, наша модель межотраслевая, макроэкономическая, где формируются основные сценарные условия. Дальше эти сценарные условия распространяются на уровень федеральных округов и дальше на субъекты федерации с помощью региональной модели норм, где формируется ВРП по видам деятельности. Значит, ВРП и регионам. Дальше происходит расчет объемов суммарных перевозок железнодорожных транспортов, перевозок железнодорожных транспортов по видам грузов и грузовых автомобильных перевозок. А после этого мы рассчитываем элементы матрицы межрегиональных железнодорожных перевозок по видам грузов и элементы матрицы железнодорожных перевозок по федеральным округам. Значит, нужно сказать, что все элементы, то есть все расчеты в рамках представленного комплекса модели сбалансированы, то есть естественным образом все показатели по субъектам федерации, они собираются, ну, суммарно, в суммарные показатели по федеральному округу. Модель нормируется до тех пор, пока не достигнута эта согласованность. Значит, в рамках вот последнего года работы над этим проектом мы еще разработали дополнительный блок пассажирских перевозок. Пассажирских перевозок к железнодорожным и автомобильным транспортом и грузовых перевозок к автомобильным транспортом. Значит, что мы видим по транспорту? Есть перечень грузов, которые мы прогнозируем в рамках наших сценариев. Мы видим, что вот мы рассматриваем три сценария. Значит, 20-й год – это ретроспективы умеренно-оптимистичные, сценарий оптимистичный. Мы видим, что со временем в Сибирском федеральном округе со временем от сценария к сценарию к более оптимистичному сокращаются перевозки энергетических грузов. Вот, например, энергетические угли, которые занимают большую часть перевозок, сокращаются. И расширяются перевозки прочих грузов, строительных грузов, пиломатериалов. То есть поставки становятся более диверсифицированными. Что касается дальневосточного округа, здесь они, ну, как бы, эти поставки, поскольку, видимо, нет, ну, как бы, аналогично сибирскому федеральному округу энергетические базы, они и так были диверсифицированы. И, значит, к оптимистичному сценарию, ну, происходит такая же тенденция, то есть сокращение энергетических грузов, перевозок энергетических грузов и расширение прочих перевозок, строительных материалов, цветных материалов, цветных металлов, да. Вот здесь вот на следующем слайде, ну, я, видимо, хотела показать, во-первых, то, что перевозки, они чрезвычайно инертны, точно так же, как и экономика любого округа. Вообще все наши расчеты показывают, что экономика и региональные пропорции роста, они имеют чрезвычайную инертность, то есть только долгосрочные такие усилия, преимущественно инвестиционного характера, способны изменить любые негативные там влияния. Ну, вот это же касается перевозок. Значит, в первую очередь отправление и прибытие железнодорожных грузовых перевозок в Сибирском федеральном округе говорит о том, что со временем к более оптимистичному сценарию экспортные перевозки сокращаются, но не сильно, растут внутренние перевозки. То же самое происходит и в рамках Дальневосточного округа. Сокращаются перевозки на экспорт, растут перевозки внутренние. Значит, следующий слайд – это слайд, посвященный грузовым автомобильным перевозкам. Мы видим, что они растут по всем трем сценариям. Значит, как мы прогнозировали, у нас основными влияющими факторами были ретроспектива, региональный сценарий прогноз ВРП и экономическая активность предприятий. Ну, вот такой блок, который мы разработали не так давно, показывает вот такие вот результаты расчетов. Следующий блок показал, как ведут себя пассажирские перевозки. Тут снижение в полтора-два раза достаточно значительное в рамках инерционного сценария и небольшой рост в рамках оптимистичного сценария. Основные влияющие факторы тут также были ретроспективы, региональный сценарий прогноз ВРП, экономическая активность населения и демографический и миграционный прогноз. Во-первых, мы видим, что ретроспективы снижаются, плюс демографический прогноз. К сожалению, никакого прироста населения в этих регионах не дает. Ну, снижаются перевозки, значит, пассажирские перевозки снижаются в том числе за счет того, что растет автомобилизация собственным транспортом. Мы видим, что, значит, динамика числа легковых автомобилей на тысячу населения росла с 90-го года и выросла почти в шесть раз. На данный момент автомобилизация регионов Азиатской России приблизительно соответствует среднероссийскому уровню, где-то 300-312 машин на тысячу населения. Вот. И вот по регионам мы видим такой прогноз, число легковых автомобилей на тысячу жителей, значит, в полтора-два раза по некоторым регионам прогнозируется рост. Ну, наши эксперты предполагают, что есть такие возможности для роста и для увеличения парка легковых автомобилей. Потенциал роста парка легковых автомобилей определялся уровнем насыщения и численностью населения. Так, емкость внутреннего рынка, тра-та-там. Ну, в общем-то, все. Значит, авиа и водные перевозки, ну, вот здесь тоже представлен прогноз внутри федеральных округов и из, и в федеральные округа. Значит, воздушным транспортом и внутренним водным транспортом представлены данные стратегии. Транспортные стратегии в разные периоды за 2008-й, там, 21-й год и так далее. Вот как бы на слайде все это видно. Тут тоже, в общем-то, с учетом текущих условий, они местами сокращались, но в целом видно повышательный тренд на объемы перевозок. И последний слайд, мне кажется, важно немножко сказать про транспортную связанность и перспективы направления развития транспортных коридоров. Вот здесь представлены графики, правда, по железнодорожным грузовым перевозкам, что они представляют из себя в рамках этих округов. Например, видно, что из Сибирского федерального округа мы везем в дальневосточные преимущественно электрические грузы, а обратно — металлургические грузы. Значит, вообще в рамках нашего расчета мы прогнозируем, что темпы роста дальневосточного федерального округа будут немножко выше, чем темп роста экономики Сибирского округа. Это значит, что в округе создаются дополнительные возможности для роста производства и, соответственно, экспорта в соседние округа, разных видов грузов для обеспечения строительной, транспортной инфраструктуры. Так, например, вот внизу показано то, что доля перевозок по видам грузов из Сибирского федерального округа незначительно снижается, а из Дальневосточного незначительно увеличивается. Конечно, Сибирский федеральный округ, он лидирует. Почти 90% от суммарного грузооборота занимают его перевозки. Поэтому принципиально тут ничего не изменится, но, тем не менее, динамика вот как бы такая. Небольшое снижение для Сибири и небольшой рост для Дальнего Востока. И основные выводы. Значит, реализация транзитного потенциала нашей страны значительно притормозилась в связи с текущей геополитической ситуацией. Традиционными странами-партнерами, с которыми мы сохраняем транспортные и логистические сообщения, остаются Китай, Монголия, страны ЕАЭС. В общем, можно сказать, что в текущих условиях формируются выгодные условия для переориентации экономики и транспортных потоков на Восток. И в этом смысле регионы Азиатской России получают абсолютно конкретные преимущества для реализации своего потенциала. Разворот на Восток выгоден также и для частичной компенсации технологического импорта, который нам потребуется в любом случае в первое время. Далее в рамках нашей модели прогнозируются более высокие темпы роста экономики Дальневосточного федерального округа и, соответственно, более высокие возможности для реализации его потенциала. Но это не значит, что Сибирь замедляет свое развитие. Сибирский федеральный округ лидирует в части экспорта энергетических грузов. И еще один важный момент – то, что в рамках нашего расчета был реализован маневр экспорта ПДХ, который предполагает снижение экспортных поставок и реализацию увеличения внутренних поставок для реализации увеличения внутреннего спроса. У меня все. Спасибо за внимание. Спасибо. У нас в любом случае обеденный перерыв будет до 4 часов. А сейчас я, в принципе, могу дать время 7-8 минут на короткие вопросы, предполагающие короткие ответы, либо краткие дополнения выступления, очень краткие – 7-8 минут, 2-3 выступления. Да, пожалуйста. У меня на понимании вопрос. Вот на предпоследнем слайде была такая интересная диаграмма, с которой следует, что резко увеличивается вывоз с Дальнего Востока в Сибирь металлургических грузов. А какие металлургические грузы можно возить с Дальнего Востока в Сибирь? Вот 38%. А было 7%. Что значит «было 7»? Это… Нет, это не… Нет. Нет, нет, это понятно. Это доля перевозок по видам грузов – это 2035 год. Нужно посмотреть, какая была доля перевозок из Дальневосточного. Можно я отвечу? Насколько я знаю, перевозок… Один из проектов, который рассматривается в качестве такого бустера для территории Азиатской России – это обустройство металлургического комбината на Дальнем Востоке. Я сейчас точно не скажу, по-моему, даже в Еврейской области. Нужно посмотреть, да, вот эмоциональные проекты, которые заложены. Тон основан на, значит, базе якутской, значит, железорудной. И, значит, сейчас я объема, конечно, не скажу так сходу, но это несколько миллионов тонн годового производства. Не совсем металлоизбыточные, на самом деле. Мы же здесь рассматриваем… То есть, вот видите, в Сибири нельзя говорить о том, что есть избыток металла, потому что в основном, да, если мы говорим про арматуру, здесь мощности хватает, да. Но если мы запускаем машиностроение, то у нас предприятия, которые могут вот эту высококачественную сталь производить в Сибири, ну, фактически там даже на Кузнецке этот метакомбинат, он уже не может. Поэтому такая гипотеза, по крайней мере, вот авторами этого металлургического проекта была реализована. Думаю, надо очень внимательно посмотреть на этот проект, потому что металлургия на Дальнем Востоке, ее всегда считали ориентированной либо на внешний спрос, но уж точно не на Сибирь. Ну, и, может, все поменялось. Нет, а там условия ресурсные хорошо совпадают. И, конечно, вот когда задумывался этот проект, СВО, как говорится, о нем никто не знал, да, значит, соответственно. Сейчас, конечно, ключевой вопрос – это переориентация металла с западных комбинатов, вот куда он пойдет. Если Европа все-таки откажется от наших поставок, это, конечно, отдельный вопрос. Спасибо. 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 Спасибо.